С практической точки зрения занятие сегодня не особенно полезное. Это библиотеки. Редко приходится с ними разбираться, но LPG требует и может быть вам когда-то пригодится. Очень коротенькое занятие. Управление библиотеками в Linux. Вес всего один. Максимум попадется один вопрос на эту тему. Суть занятия. Вы должны понимать, что такое библиотеки, где они находятся и как их использовать. У меня всего одна картинка по этой презентации и такой небольшой разговор, после чего посмотрим на практики. Значит, библиотеки это у нас набор функций, которые можно использовать различными программами. Библиотеки могут быть привязаны статично, это когда софт содержит в своем теле библиотеки, и динамично, когда библиотеки грузятся в оперативную память и используются. У нас на картинке, значит, наверху есть статические библиотеки, внизу динамические. Плюсы, значит, у нас первого варианта. Это нет у нас никаких проблем совместимости, так как библиотеки всегда с собой, библиотеки всегда у нас находятся в теле программы, но при этом программы у нас становятся большие по размеру и тяжелые, так как они могут загружать каждое свои библиотеки, даже если эти библиотеки одинаковые, все равно каждый экземпляр библиотек будет грузиться в оперативку. Второй вариант значительно лучше, потому что у нас программы сами по своему размеру меньше, и кроме того, библиотека загружается один раз в оперативку, и следующая программа, которой нужны схожие функции, просто использует эту уже загруженную библиотеку. Есть еще несколько видов динамических библиотек, но нам, наверное, об этом еще рано говорить, поэтому давайте глянем на умонт. По умолчанию у нас библиотеки в Linux находятся в двух папках. Это корневая папка lib. В ней находятся библиотеки, которые используют программы, расположенные в папке корневой bin. Это вот эти все SO и прочие. И есть еще у нас папка, в которой только что находился, user.lib. Тут у нас находятся библиотеки, которые используются программами, расположенными в папке user.bin. Вообще пути к библиотекам у нас указаны в файле etc.ldso.conf. Рассматриваем его катом, и видим то, что тут написано «включить все библиотеки, которые находятся в директории etc.ldso.conf.d». Те, которые оканчиваются на точка conf. То есть просто он включает в себя все настройки, которые находятся в конфигурационных файлах, которые лежат в папке, которая здесь указана. Давайте глянем эту папку. etc.ldso.conf.d. Вот она у нас. И посмотрим, что в ней. В ней у нас есть 4 файла таких конфигураций. Можем посмотреть, давайте, самый простой lips.conf. Тут как бы ничего особенного. Даже это в голове не нужно держать. И написано то, что просто по умолчанию взять библиотеки, которые находятся вот, например, в этой папке. Если мы ставим какое-то дополнительное программное обеспечение, которому нужны свои библиотеки, не идущие в составе дистрибутива Linux, он может вот в этой папочке ldso.conf создать свой конфигурационный файл. Например, если мы будем использовать с вами VMware, то VMware Tools, инструментарий, он создает здесь свой конфигурационный файл и использует свои библиотеки. Oracle-овский VirtualBox своих библиотек здесь у нас не создает. Из интересного, что мы можем с вами еще поглядеть, давайте, наверное, поглядим в папочку etc. Просто поглядим в нее. И отсортируем все файлы, то есть лист, вы помните, вывод перечни файлов, потом pipeline, вертикальная черта, которая над шифтом находится у нас, grep, отсортировать результаты так, чтобы он нам показал все, что у нас содержит в себе LD. И мы видим три основных файла. Вот тот самый ldso.conf. Это тот файл конфигурации, в котором написано, откуда брать дополнительные библиотеки. Директория ldso.conf.dev, в которой находятся у нас дополнительные конфигурационные файлы. И ldso.cache. ldso.cache – это кэш-библиотек. Он у нас выстраивается каждый раз для того, чтобы у нас программы при необходимости запроса библиотек не копались в файлах, а сразу брали их уже из загруженного в оперативку кэша. То есть, если мы вносим какие-то изменения в файл конфигурации, добавляем какие-то конфигурационные файлы, нам нужно обновить этот кэш. Кэш обновляется командой ld.conf. ld.conf. И все, собственно. Этого достаточно, чтобы заново прогрузить все библиотеки в кэш. Еще у нас экзамен lpik просит нас разобраться, как определить, какими библиотеками пользуется какая-то программа. Для этого есть у нас ldd такая команда. И мы указываем путь к бинарнику, то есть к исполняемому файлу, о котором мы хотим что-то узнать. Например, вот та самая команда list, которая нам выводит перечень файлов. Это обычный бинарник, он находится в папке bin, и мы можем посмотреть, какие он использует библиотеки. Соответственно, мы видим то, что он использует вот следующие SO-шки, и ссылочки на них, где эти SO-шки находятся. SO-шки это наши библиотеки. То есть так мы можем посмотреть, какие используются библиотеки. Из такой практической, практических нюансов, которые могут пригодиться в жизни, это если мы хотим добавить какие-то библиотеки вручную. Это у нас может потребоваться в тех случаях, если мы ставим какое-то совершенно стороннее программное обеспечение, которое очень трудно взаимодействует с Linux, может какое-то устаревшее, может какое-то наоборот ультрасовременное, которое не может само создать конфигурационный файл и распихать свои библиотеки в системной директории Linux. Собственно, если мы хотим это сделать вручную, нам нужен или тот самый наш файл etc.ldso.conf или, что я неправильно написал, etc.ldso.conf Мы можем сюда дописать путь, собственно, конфигурации тех библиотек, которые нам нужны, или есть еще проще вариант, есть переменная такая, ld.library.path. Мы можем ей воспользоваться, мы можем написать экспорт, экспортировать, переменная, ld.library, то есть библиотека, path, путь к библиотекам, и указать путь к тем библиотекам, которые будет использовать наша вот эта вот особенная программа. Обычно все стороннее программное обеспечение у нас устанавливается в корневую папку opt, поэтому это будет, скорее всего, папка opt, какая-то там, я не знаю, программа, soft, не знаю, что-нибудь, и у него, может быть, будет такая папочка lib. И когда мы вот так вот сделаем, у нас, собственно, попробует подгрузиться из этого пути библиотека, после чего опять мы должны сделать ld.config. Собственно, все. По библиотекам вы увидели, это такое достаточно короткое, простенькое занятие, ничего особенного, я вам постараюсь придумать по нему интересные какие-нибудь задания и тестики, так что заглядывайте на сайт, он будет готов после Нового года, 2014 на 2015, и смотрите там. Спасибо, что смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok